здравствуйте друзья итак хочу предложить вашему вниманию обзор на новинку от компании bronco это советский зил 131 бортовой в масштабе 135 номер по каталогу себе 35193 такая вот немаленькая надо сказать коробочка по бокам у нас удается различные рендеры с деталировкой модели также декали под травление с обратной стороны дается варианты маркировки внутри у нас находится пакетики с летниками серого цвета и еще одна такая вот картон очка но к этому мы вернемся чуть позже сейчас я все это дело распакую и наверное начнем взял продолжаем значит как обычно по традиции начинаем с инструкции струкция достаточно такая толстенькая на хорошей качественной мелованной бумаги виде книжечки сделано цветная так на первой странице мы видим изображение с бокс-арта и краткую историческую справку далее на первом развороте у нас есть условное обозначение список используемых красок значит представленные палитры хобби колор мистер хобби хамбру и таме далее у нас идет раскладка детали по литникам ну и содержимое набора и на следующем развороте начинается сборка непосредственно самой машины сборка начинается с рамы деталей очень много поэтому я подробно останавливаться не буду здесь же вот хочу отметить качество инструкции достаточно здорово сделано есть вот такие выноски цветные которые акцентируют какое-то внимание на некоторых деталях дают более подробно так вот здесь вот тоже причем некоторые детали еще различным цветом подсвечены очень на самом деле здорово так ну что это у нас все идет сборка рамы и ходовой мосты то есть достаточно подробного 12-13 даже шагов это мы все собираем нижнюю часть то есть мрамы ходовую далее нас идет сборка колес как видите колесо одно собирается тоже аж раз два три 4 5 6 7 7 детали не считая самой покрышки далее у нас идет на семнадцатом шаге начинается сборка двигателя тоже как видите данные вот эти вот выноски сейчас я попробую показать поближе как это выглядит вот такие вот выноски тут цветом подсвеченные различные детали что и как должно становиться на самом деле очень на мой взгляд здорово то что детали мелких очень много и как правильно они должны располагаться то что даются такие вот выноски на самом деле мне кажется хорошо ну сборка конечно покажет насколько это все но на первый взгляд смотрится это отлично так дальше у нас собирается радиатор устанавливается двигатель тяги различные подножки бензобаки на двадцать втором шаге начинается сборка кабины сборка начинается сидений приборная панель с и дальше собирается детали пола как видите достаточно здорово тоже детализируем здесь различные механизмы на которые устанавливается сидение водителя вот этот небольшой такой типа люка на который устанавливается коробка передач точнее ручка переключения ну и далее педали руль на самом деле членение такое достаточно подробно вот не знаю насколько это будет удобного конечно в сборке такая вот детализация такое членение но посмотрим во всяком случае смотрится пока это все здорово значит дальше у нас собирается боковиной кабин то есть видите тоже что здесь у нас насколько понимаю предложено два варианта боковиков если я правильно понимаю тут да этот значок обозначает что возможно две варианты боковых два варианта боковых стенок далее у нас собирается передняя часть здесь тоже как даются какие-то варианты далее собираются двери двери внешняя и внутренняя часть состоят из разных деталей здесь же данное остекление причем остекление можно собрать как только форточку одну поставить либо полностью стекло то есть как бы опущено стекло можно сделать либо полностью закрытая так ну дальше идет установка стекло двери различная мелочевка устанавливается здесь же можно дается вариант закрытые открыты с капотом то есть можно сделать и так и так дальше идет сборка бампера установка фар на крылья далее идет установка решеток здесь же идет инструкция как согнуть отравленную деталь причем насколько понял можно дата решетка дается как в отравлении так и в обычной детали пластиковой так ну дальше собирается лебедка причем здесь вот два варианта опять представлены первый вариант и второй вариант как видим здесь небольшие отличия идут на крыше с двумя люками с одним люком и здесь еще огни автопоезда здесь уже этих огней нет ну и насколько я понимаю немножко отличается тоже крылья и фары но это уже в процессе сборки надо будет разбираться здесь точно что здесь к чему так дальше у нас это поняла заключать заключительные шаги по передней части машины установка вот подножек буксирных крюков так и с тридцать четвертого шага начинается сборка у нас кузова тоже детали очень много достаточно все подробно сделано устанавливаться борта здесь же есть возможность установки вот этих вот поддерживающих тент конструкций но сразу скажу что в наборе еще присутствуют пластиковый тент то есть можно сделать и так и так то есть причем эти конструкции можно дуги можно сделать как в выбранном виде так и а расставлено по бортам то есть если кто-то хочет имитировать брезент то такая возможность тоже принципе дается либо можно воспользоваться уже готовым пластиковым брезентом так ну и вот заключительные шаги здесь нам предлагается натянуть веревочку здесь шнуров шнуровка идет по который брезент притягивает закрепляет на кузове на лебедку так ну и дальше вот представлены варианты окраса восточная германия так украинская учебная далее вариант такой камуфляжный чехословацкий и финский вариант таком ломаном камуфляж достаточно необычно смотрится первый раз на самом деле такой вижу интересный камуфляж и все российского варианта насколько понимаю здесь нет нас схеме не дается так ну ладно давайте перейдем к пластику и давайте начнем наверное с крупных деталей самая крупная деталь наверное это здесь вот этот тент который дам в пластике вот отлит на самом деле очень аккуратно вот эти складочки все очень здорово сделаны тент сделан на мой взгляд шикарно но во всяком случае из того что вот я видел до этого в пластике мне кажется вот это вот самое лучшее здесь же данные отверстия под шнуровку хотя должен сказать что пластик достаточно такой жесткий и судя по всему толстый но смотрится смотрится достаточно неплохо на мой взгляд здесь небольшой след от питателя это легко убирается смотрится здорово далее далее вот еще отдельным таким вот деталью идет передняя часть кабины выполнена по всей видимости в много разъемной форме здесь уже деталька такая ажурненькая пластик тоненький отлита здорово каких-то дефектов я не вижу смотрится аккуратненько здесь вот небольшой здесь на стыке небольшой литьевой шов но опять же мне кажется все легко здесь зачищается убирается так идем дальше постараемся побыстрее чтобы не затягивать деталей много так литничок значит здесь у нас находятся детали рамы насколько понимаю и также дворники вот эти вот дуги на кузов часть вот это на тент свернуты свернуты откидной вот этой вот части ну и еще ряд мелких деталей опять же качество литья очень хорошее на балках вот этих вот все здорово пролито дефектов я не вижу рессоры тоже аккуратненько пролиты следов толкателей следы толкателей есть с внутренней стороны вот но в принципе по всей видимости видно их не будет на брызговиках вот тоже так они сделаны единые детали вместе с поперечными на них в принципе вот на самих брызговиках никаких следов оттолкать или нет только на самой балке поперечной ну балочка отлита очень аккуратно вообще пластик такой интересный кажется что вот некоторые детали прямо кажется прозрачной значит здесь еще также дана вот эта вот конструкция это скажем так убранные да когда тент у нас убран вот эти дуги ставятся единым целым но насколько это здорово не могу сказать когда вот одним куском они идут да тут они как бы имитированные прорези вот но мне кажется лучше бы если бы они были отдельным на отдельными частями хотя конечно сборка она покажет дело в том что здесь есть небольшой тоже стык я не знаю к сожалению на камеру наверно плохо видно здесь присутствует вот а так в принципе в остальном конечно здорово так ладно не будем долго затягивать следующий литник здесь у нас куча различных мелких деталей но из того что то я могу здесь найти здесь это понимать детали двигателя в том числе присутствуют ну во-первых радиатор ремни приводные на двигатель части двигателя насколько понимаю различные мелочевка причем некоторые детали выполнены в много разъемной форме уже имеют здесь имеют соответствующие отверстия это насколько я понимаю выхлопная труба и еще какая-то деталька очень тоненькая здесь же вот часть двигателя вообще проработана очень здорово смотрится конечно классно здесь же я так понимаю диск на запасное колесо различные мелочевка порушни шланги вентилятор охлаждения на двигатель отлит конечно обалденно пластик просто тонюсенький вообще мелочевка конечно пролита очень классно опять же никаких никакого облоя еще каких-то дефектов я не наблюдаю здорово сделано так ну давайте пойдем дальше далее у нас литничок с деталями кузова значит одной детали у нас дана пол скажем так кузов и бортовые элементы также вот дана часть рамы вот это передняя стенка бортовые элементы часть бортов тоже и задний борт но здесь еще ряд мелких деталей опять же литье все очень классно двигатель не двигатель а пол такой немножко пластик имеет шероховатую такую структуру я не знаю сделано ли это специально либо просто такой вот пластик потому что здесь вот на бортах кажется более гладенький здесь такой вот он немножко шершавенький ну в общем смотрится здорово с обратной стороны у нас на вот этих вот деталях на бортах и на полу никаких следов вот толкатели не имеется здесь дано кучу еще с нижней стороны элементов крепежа имитированы и так далее клепки болтовые соединения в общем пролито шикарно на мой взгляд на мой взгляд единственное следы толкателей имеется на этих вот поперечных балках причем они такие вот выступающие не как обычно утопленные а вот выступающие не знаю можно ли будет их как-то срезать достаточно тут конечно проблематично все это дело насколько тоненькая вот это вот бортовка то есть вот эти вот поперечины конечно пролиты ну очень здорово так идем дальше еще один литник с кучей мелких деталей значит здесь насколько я вижу мосты идут карданы рулевое колесо раздаточная коробка по всей видимости подножки вот это ограждение идет фар ну и куча мелких деталей опять же все достаточно здорово пролито вообще неплохая конечно детализация у данного набора мелкие детали отлиты очень аккуратно то есть каких-то дефектов я не например не вижу вот эти детали вообще так здорово сделано мосты это вот рулевая тяга здесь по всей видимости поперечины на раму на руле даже вот имитировано с обратной стороны не знаю видно не видно а вот такая рифленая поверхность поверхность как вот под пальцы захват здорово конечно сделано здорово на вот этих вот поперечинах тоже следы оттолкателей присутствуют но на самом деле такие не очень заметны но придется наверное как-то тут вообще на раме наверное это не очень будет видно но конечно по возможности надо будет их наверное убирать здесь на подножках тоже имитированная штамповка такая противоскользящая тоже здорово так идем дальше следующий литник значит здесь у нас опять же продолжение ходовой рессоры еще один мост так детали колес бензобаки так это бак я так понимаю под воздух но бензобаки отлично опять же детализация просто шикарно колесные диски видно вот тут прямо головки шестигранные сделано обалденно конечно так различная вот мелочевка рессора отлито тоже здорово следов толкателей никаких нет здесь же даны вот на литничке немножко небольшой наборчик каких то то ли болтиков то ли гаечек насколько понимаю тоже можно ими воспользоваться в случае чего так ну отлично сделано вот эти детали я так понимаю выполнены много разъемной форме это так по ам детали ходовой тоже наверно в общем качество конечно шикарно так таких у нас летничков в наборе два то есть с баками еще один литник такой же его сторонку убираем так следующий литник здесь у нас детали кабины капот сиденье приборная доска с рамой стекла так здесь у нас пол двери двери боковые стенки задняя стенка ну сиденья и держатели зеркал заднего вида ну и также вот внутренние стенки дверей дверей так это у нас значит передняя стенка на передней стенке вообще конечно здорово сделано давайте сейчас все подробнее рассмотрим насчет капот у нас здесь надпись присутствует зилп правда не очень хорошо она читается очень такая она немножко замыльная вот далее это у нас пол двери вот это у нас передняя стенка вот это я потом покажу что у нее собраться на эту часть уже крыльев я так понимаю начинают это вот вариант один из вариантов боковины так дальше вот задняя стенка и вот внутренней части дверей ну и сиденья сиденья здесь не имеют небольшой то скажем ну не то что рельеф но немножко так продавлены скажем так то есть имеют такого вогнута здесь поверхность дальше вот на вот этой стенке передней то есть со стороны двигателя имитированы тоже вот видите какая-то деталировка дана здорово на самом деле также вот с обратной стороны вот эти боковые стенки то есть одна удается здесь нижняя часть такая вот рифленая штампованная и один вариант вот такой вот на полу кабину тоже с нижней части тоже имеется выштамповка вот правда здесь имеются следы от толкателей то есть их нужно будет убирать но надеюсь здесь как бы не составит особого труда это сделать так ну что вообще конечно качество набора очень рад так ну и последний летний друзья здесь у нас находятся крылья два варианта две крыши различные варианты фар фар передних два варианта бампера и еще различная мелочевка подножки ну я так понимаю здесь часть лебедки буксирные крюки и так далее ну давайте опять рассмотрим все это подробно как обычно я еще потом приложу фотографии все это дело это вот один вариант бампера здесь различная мелочевка также идет подножки на подножках тоже имитировано рифление либо вот такой вот вариант еще еще один бампер далее вот вариант вот такой крыльев и вот такой вариант крыльев и две крыши одна вот с двумя люками и насколько понимаю фары к этому варианту и отдельно идет вот такая вот крыша с такими вот фарами тут конечно нужно будет уже разбираться что здесь к чему какие варианты и так далее так друзья с летниками у нас это все еще у нас остается вот такой вот такая картоночка на которую у нас приклеены детали из прозрачного пластика сейчас мы это тоже посмотрим фототравление и декаль так ну начнем давайте с прозрачных деталей так стекло чистенько аккуратненько так так вот здесь у меня уже что-то отвалилось это деталюшка надо бы ее не потерять это задний походу задний фонарь вот здесь он был еще раз как видите стекло очень хорошего качества все все аккуратненько сделано к сожалению на фарах рисунка никакого нет то есть имитация рефлектора отсутствует а так в принципе стекло неплохое качество так сейчас мы это уберем далее далее у нас декалька вот такая декалька ну к сожалению на советский российский вариант декали нет не знаю правда почему здесь у нас значит декалях даны номерные знаки ограничение скорости обозначение учебной машины и ряд приборов ну и так же вот данные приборы приборы отпечатаны достаточно неплохо видны шкалы здесь же вот имеется табличка которая так понимаю на бардачок или точнее где-то вот посередине примерно приборные доски если я не ошибаюсь вешается декали хорошего качества подложечка практически не видно и причем она практически не выступает за границы самой декали то есть вот саму подложку практически и не видно декальки такие матовые сделано здорово не знаю с бронковской с бронковскими моделями еще не сталкаться но смысле не собирал насколько здесь декали хороши не знаю но будем надеяться что не подкачает так и последнее что у нас здесь имеется в наборе точнее не последняя но это значит плата фототравления так еще одна декалька небольшая вот такая вот уже такая более глянцевая так здесь даны две веревочки даже не две а три причем разных диаметров одна толстая и две тоненькие веревочки на самом деле неплохие то есть это вот я не знаю это нейлоновые скорее всего или еще какие-то вот они не бархатятся а выглядят очень так неплохо так и сама платка отравления тоже много мелких деталей плата закрыта еще защитным такой пленкой вот так и последнее друзья что у нас остается в наборе это резина резина у нас такая вот мягенькая и к сожалению посередине имеется такой достаточно видный шов который придется убирать причем резина у нас не полая а сплошная но достаточно мягкая отлито неплохо присутствует на боках присутствуют вот эти вот элементы усиления шины рисунок но никаких обозначений на колесе нет то есть маркировка отсутствует протектор тоже выглядит весьма неплохо единственное что конечно вот этот шов достаточно такой грубенький придется его стачивать так в комплекте у нас идет 7 колес то есть одна запаска и 6 колес так все друзья на этом содержимое набора закончилось набор на самом деле такие приятные впечатления вызывают очень классно детали деталировка пластика надеюсь сборки тоже так же он будет покажет хорошо вот ну далее будут как обычно фотографии я на этом с вами прощаюсь спасибо за внимание до новых встреч всем пока до новых встреч до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok